Здорово! Нужны ли женщинам в отношениях от мужчин только деньги? То есть это убеждение, которое распространено довольно-таки, причем оно распространено не только среди российских мужчин и среди мужчин всего мира. Есть такие мужики, которые так думают, им удобно так думать. Почему эта тема? Потому что недавно была консультация, и один товарищ опять же-таки почему-то туда начал вот в эту тему клонить. Нужны ли женщинам деньги? Да. Ну, женщины такие же люди, как и мужчины, причем для того, чтобы поддерживать себя в какой-то нормальной форме. Женщинам нужны деньги, наверное, даже больше, чем мужчине. Потому что постоянно что-то отрастает, что-то надо, коррекцию какую-то делать, стричь, бричь и так далее. Это все стоит денег, ребята, ну, как бы элементарно. Для того, чтобы она была красивая, ей нужно в себя вкладывать. Нужны ли женщинам деньги в отношениях с мужчинами? Только деньги. Думаю, что нет. Есть ли такие женщины, которым нужны только деньги? Да, безусловно, это нездоровые люди, то есть люди с неправильными ценностями, крайне несчастливые люди. Их не так много, на самом деле, как вы думаете, которые заточены только под деньги, им больше ничего не надо. В моем понимании, для того, чтобы получить денег от мужика, не надо вступать с ним в отношения. То есть это можно сделать гораздо проще. Это можно сделать, скажем, посредством каких-то манипуляций до. То есть зачем потом терпеть эту рожу каждый день, не знаю. То есть я считаю, что можно получить... Если женщина профессионал в этом деле, она обязательно получит от мужика все, что она хочет, даже не давая ему секс. Тут такой вопрос. Если ты наткнулся или натыкался на таких женщин, если у тебя такой есть печальный и больной опыт, то вопрос только один. Причем вопрос, который нужно задать тебе самому, самому себе. То есть как ты оказался рядом с такой женщиной? Как это вообще могло произойти? Итак, значит, смотри, это очень распространенная история. Я сейчас буду говорить все, что я накидал. Очень удобная отмазка для многих мужчин. Потому что многие мужчины, видя красивую девушку, которая им нравится, даже не делают попыток в ту сторону, потому что они говорят себе, слушай, ну этой девушке нужны только деньги. Такую я не потяну. Ой, у нее парень олигарх и так далее. Хотя, как показывает моя практика, потом общаясь с такими девушками, они говорят, да ко мне эти дебилы почему-то не подходят. Не знаю почему. Сразу, если вы для себя решили, что там нужны только деньги, вы сразу оправдываете свое бездействие, вы сразу отсекаете от себя определенный пул женщин, красивых, ухоженных, классных, которые вас мотивируют при этом еще и, если, конечно, станут вашими. Причем это отгораживает не только от денег, а вообще от всего в жизни, от больших заработков, от какого-то стремления куда-то. Да, есть мужики, которые всегда будут искать какие-то оправдания, вместо того, чтобы искать способы продвинуться по жизни. Если что-либо не получилось с женщиной, такие мужчины связывают это якобы с тем, что у них не хватило на такую женщину денег. Или эта женщина просто, она была заточена под деньги, а я вот такой вот с большой душой и сердцем. То есть, очень удобно также оправдывать свои какие-то несостоятельности в общении. Причем реально факт, что мужчина либо не знает, по каким причинам девушка слилась, а такое бывает, либо в принципе догадывается, но ему удобнее думать, что в ней причина, в ней вина, потому что она такая меркантильная. Да, вот ничего с этим не делать. Это неэффективно, ребят. То есть, вы тем самым ни хрена никуда не продвинете, ничего в вашей жизни не поменяется. Часто деньги решают вопросы с женщинами до какой-то степени. То есть, да, у тебя, возможно, будет больше секса. Возможно. Возможно, что будет больше внимания со стороны женщин. Но это будет определенная категория женщин. То есть, секс это будет не настоящий, а за деньги. Это две большие разницы, как говорят у них в Одессе. Ну и возможно, что какие-то будут возле тебя крутиться. Но это не настоящие. То есть, ни о каких реальных чувствах, реальной заинтересованности, реальный там, о том, что девушке снесло крышу от тебя. Она говорит, вау, какой мужик. Нет, это все будет не по-настоящему. И у меня постоянно приходят клиенты на тренинг практика. Такие. То есть, у нас, ребята, прям вот, знаешь, противоположность полная. Есть какой-нибудь сварщик, который приехал на последние деньги. Есть какой-нибудь чувак, который, вот Дениска. Тебе большой привет. Ну, назовем так Денис. На этом моя информация о том, что за клиент закончилось. Да, то есть, пришли два товарища. Один из них Денис. То есть, он вообще приехал на новом Х5. То есть, я сам даже смотрю, думаю, бля, прикольная тачка. Мне нравится, прям дорогая, классная. Вот. И возможно, что мужчины с этого же тренинга даже первое время думали, что, блин, у него такая тачка, он такой богатый, значит, девушки туда прыгают. Ни хрена подобного. Этот человек пришел к нам на тренинг с абсолютным нулем в плане женщины. То есть, у него никого не было. Почему? Потому что он боялся жутко до паники, боялся знакомиться даже, там, подходить, соблазнять, что-то делать в ту сторону. Его просто трясло от одной мысли о том, что ему придется подойти к женщине. Вот вам и деньги, ребят. Вот вам и X6, X5. Вот вам эта вся хрень, которую вы смотрите и думаете, блин, вот это, конечно, если бы у меня была тачка, ни хера не изменилось бы, если бы у тебя была тачка. В лучшем случае, какая-нибудь ПТУшница набросилась бы на нее там по пьяни после дискотеки. Потому что в Москве лично, мое мнение, никого не удивить дорогой тачкой вообще. Потому что там вся Москва ездит, блин, на дорогих тачках. Даже не знаю, уборщики какие-то. И поэтому это вашу проблему с женщинами не решит. Смотри, еще момент. Если ты из небогатой семьи, допустим, представь себе, ты вот такой чувак из небогатой семьи. Мама и папа твои живут вместе всю жизнь. Допустим, у них хорошие, крепкие отношения. Там лет 40 уже прожили. Папа небогатый. Ты спроси себя, она что, мама твоя, с твоим папой? Из-за денег, если ты думаешь, что всем женщинам нужны только деньги? Нет? А из-за чего тогда? Конечно, ты сейчас будешь говорить, что нет, просто тогда люди были другие. Времена были другие. Времена всегда одинаковые. Всегда будут люди, ну и мужчины, и женщины, которым интересны только деньги с неправильными материальными ценностями. Всегда будут те, кому интересны настоящие чувства, эмоции, отношения и так далее. Это будет всегда. Просто сейчас стало меньше таких женщин, настоящих, порядочных, потому что среда делает их такими, инстаграм делает их такими, и вся эта прочая блевочина, которая вокруг, делает их такими. Я на самом деле желаю каждому из вас и тебе лично, я желаю встретить такую женщину, то есть и встречать только таких женщин. Когда я сам пошел в пикап, когда-то по молодости, я был босоногим оборванцем, я реально работал на стройке, и у меня ни хрена не было денег. Но у меня получилось соблазнять, ну как соблазнять, не только соблазнять, у нас были какие-то микроотношения, там с кем-то дольше, с кем-то больше. То есть заинтересовывать собой как личностью у меня получалось девушек из так называемой золотой молодежи, то есть они были мне доступны. Эти девчонки приезжали на дорогих тачках, понятно, что это не ими куплено, но не суть. Им не нужно было от меня денег. Тогда я был молодой, да, я классный, много трахался, возможно, у меня были какие-то перспективы, идеи, цели, то есть я это транслировал. Они видели мое рвение туда, они видели какую-то харизму. Но, ребят, это все можно воспитать, выучить, включить, ну то есть это не про деньги. Что мне тогда дал пикап? Он дал мне понимание, какие качества в себе я могу найти и использовать для того, чтобы быть, скажем так, желанным для женщин, которые мне нравятся. И как эти качества начать растить, увеличивать, усиливать, то есть по сути дела вопрос о качестве. Пикап мне не дал много денег, сумку с деньгами, там, дорогую тачку, которую я пошел, использовал и, типа, получил какой-то результат. Нет, чуваки. Поэтому я вас приглашаю с 12 по 15 ноября на тренинг практика в Москве, даже тех, у кого есть деньги, даже тех, у кого нет денег. Тренинг практика, 4 дня практики. Здесь ссылка для записи под этим видео. Будем вместе прокачивать вашу харизму, ваши качества, вашу личность, в конце концов. Безусловно, что без денег никуда, да, то есть, конечно, сейчас такое время, что деньги особенно нужны. И, конечно, каждая женщина, да как и каждый мужчина, хочет устроиться получше. Но всегда, еще раз повторюсь, будут люди, для которых важнее деньги, для которых важнее что-то другое. Любые отношения изначально должны начинаться с заинтересованности в человеческих качествах. Если они изначально начинаются корыстно, то они, скорее всего, обречены на провал. То есть, что делают мужчины в этом случае? Вы, мужики, сами косячите, особенно те, у кого есть возможность. Вы хотите найти себе классную женщину, которая бы ценила вас, любила вас лично, как личность. А что происходит? А получается так, что вы подходите к женщинам и пытаетесь подкупить их, заинтересовать их всем, чем угодно, только не собой. Квартира, машина, я такой крутой, у меня такая-то должность, такое-то, то-то. Не надо так делать. Вы сами таким образом притягиваете к себе именно такой пул женщин, который потом так к вам и относится. Сейчас развелось очень много каналов в Ютубе с большими аудиториями, где какие-нибудь псевдо-психологи, псевдо-профессионалы отношений транслируют такую штуку, что женщина это враг, женщина меркантильна, женщина, все женщины такие, понимаешь, они вот так говорят. Они только и хотят, что вот прям развести тебя, они такие коварные. Всем женщинам нужен, нужны только твои ресурсы, больше ничего не нужно. Им нужен твой сраный кредитный логан, который ты купил, там, не знаю, пять лет назад, до сих пор не выплатил за него. Конечно, она только сидит и думает, как же мне отжать твой Рено Логан, там, или Форд Фокус, или что-то еще. Она мечтает об этом, да. А самое, как бы, глупое, наивное и смешное, что у этих каналов огромное количество зрителей, вот этих вот пиздострадальцев, которые говорят, да, да. То есть, если ты считаешь, что мир виноват в том, что у тебя что-то не получается, женщины якобы какие-то меркантильные, если ты прям на них злишься и агришься, ты все равно, во-первых, ты будешь, а, притягивать только таких баб, б, ты будешь, ну, ходить, продолжать ныть, и, с, ты все равно найдешь себе единомышленников. То есть, эти люди, эти психологи, в кавычках, дают вам то, что вы хотите услышать. «Женщина плохая, вот я такой бедный, несчастный, из-за нее я вот то-то, то-то». Пожалуйста. Да, 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 женщины такие. Но весь прикол в том, что эти каналы, они не дают вам решения. Они ноют вместе с вами, они поддерживают ваше нытье. Я могу, кстати, порекомендовать отличный интернет-магазин, где продаются платочки. Ты можешь пойти и поплакаться, если у тебя есть такая необходимость. Но они не дают решения. От того, что ты смотришь эти каналы, от того, что ты на них подписан, от того, что ты там жалуешься в комментариях. А вот моя меня бросила, там развела меня на деньги. От этого что-то поменялось. Ты стал лично ты счастливее. Твоя жизнь изменилась в лучшую сторону от того, что ты просто ноешь и убедил себя в том, что все женщины меркантильны. Стоит упомянуть, что и среди мужчин, ты наверняка знаешь и тех, и тех, есть и порядочные, и непорядочные. Есть и меркантильные, и не меркантильные. То есть мир так устроен, что все люди разные. И самое первое, что тебе нужно сделать, это научиться разбираться в людях. И почему ты продолжаешь притягивать таких женщин? Во-первых, потому что ты укореняешь еще больше в своей светлой голове мысли о том, что все женщины такие. То есть ты сам мысленно формируешь такую реальность. Ты начинаешь притягивать таких женщин. Хоть их немного, но ты их где-то находишь. Второе, ты совершенно не умеешь разбираться в людях и не умеешь разбираться в женской психологии, в психологии отношений между мужчиной и женщиной. Для тебя это какой-то темный лес. И третье, самое главное, почему ты продолжаешь таких женщин к себе притягивать, потому что у тебя нет выбора. Казалось бы, вот они красивые, классные, с ногами, с сиськами, с попами, с руками, там, не знаю, ходят по улицам. И есть и хорошие, и добрые, и классные, и прям веселые, и какие-то готовые отдать все свое, там, все, что у них есть внутри. Но ты к ним даже не идешь, потому что ты боишься получить отказ. У тебя нет выбора. Ты не виноват в том, что у тебя нет выбора, безусловно. Так сложилось. То есть так тебя там социально запрограммировали. Но каждый человек несет ответственность за то, что с ним происходит сейчас. Ты виноват исключительно в том, что ты ни хера с этим ничего не делаешь. Представь, что если у тебя всего, не знаю, там, всего одна единица выбора чего-то, и причем она такая, какая она есть. Если бы у тебя было куча денег, и тебе бы сказали, иди выбери любой автомобиль, какой ты хочешь. Ты бы, наверное, долго ходил на тест-драйвы, там, выбрал какую-то тачку, которая тебе по душе, которая бы потом не ломалась. Приносила тебе радость и так далее. Какое-то время, правда, потому что это быстро проходит. Это выбор. Тебе ничего не мешает. Ты выбираешь. Но если у тебя нет денег, ты потом идешь и покупаешь подержанные жигули. Плюешься от того, что они ломаются, от того, что ты только завел, поехал куда-то на работу, она встала, эта тачка, все, задымилась, загорелась. Это без выбора. Это нет выбора. Поэтому твоя святая обязанность обеспечить себя выбором. И если там для того, чтобы выбор был, нужны деньги, а деньги нужно уметь зарабатывать. И это реально целое искусство. И это большой путь. Долгий путь. То для того, чтобы научиться выбирать себе женщин, тебе не нужен долгий путь. Это реально можно сделать за несколько дней. И я приглашаю тебя на тренинг практика с 12 по 15 ноября в Москве. Где я вместе с тобой и с моими коллегами буду обеспечивать тебя этим выбором. Где мы вместе наполним твою жизнь красивыми женщинами. Давай вписывайся. Увидимся там. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok